Лена, соберись на картинку. Раз, два, стоять, открыли ручку. Раз, развернулись и сняли. На серединку вышли. Первый учебный год начался в этом ансамбле 31 год назад. Молодые хореографы Галина и Сергей Кравченко сделали первый набор участников. И уже два года спустя, в 88-м, «Атлантика» получила звание образцового хореографического ансамбля. С тех пор количество желающих заниматься в этом коллективе только растет. И встать к балетному станку удается далеко не всем. Коллектив пользуется популярностью. И в этом году мы сделали даже не набор. Мы сделали набор детей шести лет, которые впервые будут заниматься. Но это примерно 20 человек. Больше мы просто не можем взять. У нас не позволяет на это время и зал. Каждый год для кого-то из участников ансамбля становится выпускным. Но это понятие условно. Потому что ребята продолжают какое-то время заниматься. Даже окончив школу и поступив в севастопольские вузы. Достаточно много молодых людей, пройдя школу «Атлантики», решают сделать танец своим главным занятием в жизни. Есть ребята, которые уже как профессионалы танцуют. Это и в Севастополе, и в ансамбле «Черное море», и в ансамбле «Черноморского флота» песни-пляски. И в Москве у нас есть девочка, которая артист балета театра «Винокура». И за рубежом у нас есть девочки, которые закончили вагановское училие хореографическое. И танцуют уже как артисты балета, примы балета в Дрездене и других городах. То есть достаточно много. Ансамбль начинал как коллектив народного танца. Сейчас работает и в стилях джаз, джаз-модерн, хип-хоп. Но основа всего – вечная классика. Станок, середина, диагональ. И все это на пуантах. Со стороны кажется, что порхать на них очень легко. Я когда-то пробовала, когда еще тут не занималась встать. Сначала было очень больно, но когда я начала тут заниматься, как-то было уже даже нормально. Ну, надо собраться, сжать на руки, чтобы были свободные. И стараться вскочить на палец как можно дальше. За свою жизнь ансамбль создал пять хореографических спектаклей, более ста композиций. Это творчество видели далеко за пределами Севастополя. Ансамбль – участник международных фестивалей. Два последних года «Атлантика» становится победителем престижного конкурса детского творчества «Преображение» в Санкт-Петербурге. Ребята рассказывают, что дарить свой талант и труд зрителям – это удивительно. Когда стоишь за кулисами, ты начинаешь сильно волноваться, думать о танце, может быть, о движении. А вот когда выходишь на сцену и танцуешь, это именно нравится. Ты смотришь на зрителя, и ты заряжаешь их, они заряжают тебя. Это удивительно, в общем. А начинается все с самых простых композиций, которые доводят до слез умиления родителей. Раньше это был танец цыплята. Его исполнители, ставшие взрослыми людьми, сейчас танцуют в Москве, Сиднее, Лос-Анджелесе, Дрездене. Их подрастающая смена рассказывает о своих достижениях. Матрешек, рыбок танцевали. Топ, топ, топает малыш. С мамой по дорожке, милый стриж, ну и так далее. А это самый первый ваш полтавец, да? Да. И еще рыбки. Старшие группы «Атлантики» всегда относились к малышам очень трогательно. Это традиция ансамбля. Никакой дедовщины, только забота. Ну все такие милые, припонятные. Самое главное, чтобы не ушли раньше времени, а чтобы хоть немного прозанимались, чтобы увлеклись. Ну, не верится, что мы такие же были маленькие, неопытные еще. Хочется, чтобы они ходили и... Им это нравилось. Да, ну не только нравилось, чтобы каждый ходил и не бросал, если начатое дело. Потому что у нас замечательные руководители, которые, если ты будешь хотеть стараться, то ты многого добьешься. Новый учебный год начался. Дети идут в танцкласс постигать премудрости хореографии. И это ничуть не проще алгебры. Интересней наверняка. Легче нет. Елена Анисимова, Денис Александрович, Севен Форумбюро.